Точность миллиметровая. Действовать надо быстро, пока не застынет гипс. Однако отлив коллажемента, спасательной капсулы для космонавта, суеты не терпит. Будто доктора. Специалисты научного центра «Звезда» изучают антропометрические данные космонавта. Важно все. Особенности спины, длина шеи, ширина талии и таза. Только после этого здесь, как скульптуру, создают индивидуальное кресло. Ложемент для космонавта. Это очень увлекательный процесс. Я здесь второй раз. Это кресло необходимо для Союза. Очень комфортное кресло. Я буду сидеть в нем. Давайте сюда и начнем. Здесь тепло. Каичи Ваката – астронавт Японии. Готовится к полету на российском корабле «Союз». А значит, как и все покорители космоса, должен пройти гипсовое испытание. Его вдавливают в гипс со всей силы. Тело не должно всплывать. Только так слепок получится точным. Держим. Не даем всплывать. Пусть летают, а не плавают. Очень уютно. Поехали. Посильнее ты можешь надавить? Заливают ложемент в два этапа. Сначала верхнюю часть тела, отпечатывая голову, шею и грудной отдел позвоночника. Потом космонавту надо опуститься, чтобы отпечатались поясница и копчик. При этом обязательны зазоры для изменения роста. Ведь в космосе позвоночник человека вытягивается. Говорите все замечания, чтобы контакт был головы, шеи и спины. Если будут точечные давления вот такие, то говорите, мы это все будем устранять. Хорошо. Косоли, здесь есть... Когда вы говорите, что это здесь, нет здесь. Локальных давлений нет? Точечных, точечных? Нет, нет, нет. Это нет, да? Совсем недавно, в апреле, перед посадкой экипажа корабля «Союз ТМА-22» возникла нештатная ситуация. Анатолий Иванишин не поместился в свой ложемент. Оказывается, космонавт подрос больше ожидаемого. Впервые на орбите были проведены слесарные работы. Ложемент подрезали, изменив его конфигурацию. Мы вытащили ложемент и уменьшили его толщину здесь. И он мог отодвинуть назад, вот в теменной области, затылочную. Как бы ложемент удлинился. Его вырастание превысило ожидаемое. Мы ожидаем до 30 миллиметров. У нас больше не было никогда. И поэтому допуски здесь до 30 миллиметров мы делаем. Интересная ситуация была и у астронавта Европейского космического агентства. Очень высокий, по космическим меркам, 185 сантиметров. Итальянец Паоло Несполи даже на Земле еле втиснулся в ложемент. Богатырем хорошо быть на Земле, но у космоса другие требования. Для Несполи мы не делали допусков для вырастания. Он уже вырос здесь. Поэтому мы его отлили, как он есть. Дальше в ложемент он, в общем, ну, так сказать, очень с большим трудом ходил. Завершающая примерка в скафандре. Важны даже отпечатки складок космической одежды. При возвращении с орбиты в таком положении придется лежать несколько часов. Технология заливки гипсом кажется несколько архаичной. Но по-другому получить точный отпечаток человека в условиях земной гравитации пока невозможно. Пробовали сканировать фигуру в подвешенном состоянии и даже в воде не получается. Когда вот в этой позе, так называемой эмбриона, у некоторых даже вот, ну, самое критичное место, это, конечно, шеи и шейные позвонки. Приходится эту форму вот в этом месте тоже дорабатывать. И вот это все позволяет снижать перегрузку с 70 единиц, которые на корабле, до 25-20, которые переносит человек. Российский спускаемый аппарат ограничен в объеме. В него нельзя поставить большие и удобные диваны. Помещаются лишь специальные амортизационные кресла-ложименты. Однако только они могут снизить перегрузку при посадке. Когда все тело обжато, даже сильный удар не способен повредить внутренние органы. А значит, и покоритель космоса вернется на Землю целым и невредимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова